Мы на House Constructions 2017, утро, пока еще мало народа, и сейчас нам Тим Тушпуатов расскажет про компьютер BBC, видимо, Micro, да? Да, BBC Micro, конкретно эта модель Master B+. Вот компьютер культовый, такое затасканное слово, все что у нас есть оно культовое, он культовый особенно, потому что на нем, если посмотреть, написано British Broadcasting Corporation, то есть компьютер BBC делался для школьников, с тем, чтобы корпорация BBC потащила грамотную, компьютерную грамотность, прошу прощения, в школы Они выдержали нелегкую схватку с двумя другими компьютерными компаниями, одна из них Сэра Клайва Синклера, и какая-то еще была малоизвестна, она просто с торгов слилась сразу Задачей было сделать максимально компактный, нафаршированный, напичканный функциями компьютер, чтобы школьники Англии могли в школе изучать компьютер И вот они такое сделали Получилась такая с виду не очень машина, кузявая, может быть, но действительно нафаршированная по самой не могу Процессор 6502, правильно ведь? Правильно Туда не поленились встроить Так, не обращайте внимания на артефакты Дисковый интерфейс Вот он где-то здесь, не вижу где А, вот он То есть там стоит чип 1772, стандартный Сорян Разъем для подключения принтера Userport, о котором чуть позже Специальное расширение одного мегагерцовой шины И не помню, что еще Какое-то тоже То есть вот для школьного компьютера достаточно много всякого разного Что еще интересно в этом компьютере В нем, конкретно в этом отсутствует разъем Econet Но туда строили сеть Сеть такая очень странная, называется она Econet Очень медленная, очень примитивная Но при помощи нее уже Вот собственно в 82-83 году Школьники могли вязать эти компьютеры В длинные локальные учительные сети В классы и туда Грузить по сетке игрушки Софт Еще интересное было применение такое В Англии одно время был популярен телетекст И в одной из ПЗУшек в этом компьютере Стоял декодер телетекста И можно было заводить этот телетекст Прямо туда с помощью телетекста В принципе их ставили в библиотеке Ну опять же в школы Можно было организовать интерактивные какие-то информационные системы То есть каталог, доступ по страничкам Подгрузить, загрузить Если кто работал с телетекстом может, что это неудобно Помнит, что это неудобная вещь Но в своей помощи можно было посмотреть погоду, курс валют Быстренько что-нибудь нагуглить Смотреть новинки в библиотеке и так далее Все это вот в таком вот очень компактном формате Сейчас ты его включишь, да? Да, я попытаюсь его включить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!